Фотография Юрий, мы знакомы много лет, я знаю, что вы около 20 лет занимаетесь в сфере фотобизнеса. И вот, наконец-то, в руках оборудование мирового уровня. Ваши ощущения? Ну, прекрасное. Это оборудование, которому нет практически цены. Это все, достижение превосходное. То есть ни цены, ни аналогов, так? Нет. У нас, по крайней мере, я даже знаю, что даже по Уралу еще нет такого. Не только у нас в Мамитогорске, нет вообще. Даже в Челябинской области и далее, и далее, и далее. Люди почувствовали разницу? Ой, большая разница. Потому что клиенты вот сейчас приходят, говорят, превосходно. Прошло 72 секунды ровно. Готова фотография? Понятно. Понятно. Сегодня и в других фотосалонах Мамитогорска и прочих уральских городов вас могут обслужить и быстро, и качественно. И именно по этим категориям сегодня определяется уровень предлагаемых услуг. Фаворит здесь опережает всех на корпус. Моментальное фото и супер качество. Фирма Метус М заплатила за оборудование французам свыше 100 тысяч долларов, получив взамен возможность печатать на одном снимке унифицированного размера 9х13 от 1 до 24 кадров, плюс художественное фото с самыми разнообразными сюжетами. И, наконец, печать с видеокассет, которые заказчик может принести в фотоцентр. До этого на бытовом уровне, кроме фирмы КИС, пока не додумался никто. Одним словом, репутация этой техники настолько высока, а уровень услуг недосягаем для конкурентов, что фаворит в рекламе просто не нуждается. Ну а теперь о деле, которому еще реклама не требуется. Центральный рынок Монтогорска. Скопище проблем. Раздолье для карманников и разного рода ракетиров. Мастеров обвеса и обсчета. Фокусников и народных умельцев, способных вручить вам куклы из самого разнообразного материала. Ничего мы не забыли? Так вот, все это в прошлом. Не верите? Послушаем компетентных людей и вначале тех, кто работает в органах. По рынку очень здорово сократилось количество правонарушений. Причем административных правонарушений связанных с хулиганством, с вымогательством, с присвоением, с хищением, с мест торговли и так далее. Вот эти правонарушения резко сократились. Хотя мы там и держим постоянно пост. У нас два человека. У нас и раньше пост стоял. Но вот эта вот помощь, которая оказывается со стороны охранников, тех, которые непосредственно есть на рынке, они очень здорово влияют на криминогенную ситуацию там. Конечно, я понимаю, может быть у них где-то там по-своему есть определенные свои моменты, связанные непосредственно с торговцами. На сегодня вот где-то, ну сколько, вот мы уже год в принципе прожили, да, на сегодня у меня нет практически заявлений ни от одного торговца рынка. Что пришли, просят дайте 5 тысяч, дайте 10 тысяч, дайте 20 тысяч. Таких заявлений нет. Вот. Раньше приходили, не проходило и недели приходили, то торговцы медом приходили, то, значит, приходили торговцы из южных наших оттуда республик, которые приезжали, привозили, постоянно облагают, постоянно забирают. Сейчас таких заявлений нет. Стало больше порядка. Раньше были, ну вот эти, рикетеры всякие нас обижали, а сейчас все нормально. Стало лучше, намного, намного. А в смысле торговли очень много стало продуктов, и оно стало дешевле. Стало устраивает условия работать? Да, отлично устраивает. Товар не отбирают? Нет, все нормально, в порядке. А раньше где вы работали, в каких городах? Раньше вообще я нахожусь в отпуске, сюда приехал к дочке, и с собой товар привез, чтобы здесь торговать. И хорошо. Никто в руки не выкручивал, чтобы цену установить свою? Нет. Все нормально, как хотим, чтобы все в порядке. Вы в прошлом году здесь работали? Да, работали. Есть с чем сравнивать, так? Ну, в этом году лучше, чем в прошлом году. Нас хорошо принимают, нас хорошо уважают. Вот так. Вам не пробовали цену устанавливать сверху? Нет. Такую цену мы как хотим, так торгуем. Да как удобно, так торгуем. А товар не пробовали у вас на подъездах к рынку забрать и перепродать его по своей цене? Я ни случая не был, у меня так и не было. Мясным изобилием, особенно накануне зимы, сегодня никого не удивишь. Мяса много, хорошего и разного. А стоимость одного килограмма колеблется от 6 до 14 тысяч рублей. По 7 закупаем колхозников, продаем по 8 500. А почему так дешево? Можно же и по 10, по 12? Ну, нам не знаю, у нас такая цена отпускная, и все, мы в такой цене работаем. Дороже? Может, диктует все-таки покупатель? Он просто не возьмет дороже, да? Ну, дороже, конечно, не берет. Каждый старается подешевле взять. Дороже никому не надо. Это ваше мясо? Конечно, наши, сами вырастили. А по чем? По 14, по 13, по 12, по 11, сало по 10. А вам предлагали, в принципе, это мясо сдать в рынок, чтобы получить оптом деньги и не мучиться на рынке? Ну, вообще-то я не спрашивала. Предлагают, говядину предлагают, по 6. Нет, конечно, не выгодно. Если человеку, который самостоятельно вырастил свой скот на продажу, невыгодно отдавать его по дешевой цене рыночным торговцам, то мясо у крестьян должны отобрать еще по дороге на рынок. Так вроде получается по логике вещей. Но почему у этих людей ничего и никто не отобрал? Они жалуются, что у них покупают по 5, по 7 тысяч, но никто же не заставляет их это делать? Или я не прав? Вы правы. Вы правы. Никто их не заставляет это делать. Если у нас приезжают частники, у которых несколько голов, частное собственность, у нас же есть предприниматели, им выгоднее сдать оптом к нам, и мы уже своим продавцам делаем наценку, и мы покупаем это мясо и продаем намного дешевле, чем тот клиент, частник, который одну-две головы вырастил. Для того, чтобы принять, сохранить мясо, которое сегодня тоннами охотно сдают сельские жители, рынок должен иметь огромные помещения, снабженные мощными холодильными установками. Еще недавно ничего этого не было, а сейчас полным ходом идет реконструкция холодильных камер. 20 лет рынок эксплуатировался без всяких, грубо скажем, ремонтов. Никаких-то капиталовложений государство сюда не делало. Чтобы это все сделать, перестроить, оно вроде мало, 40 миллионов. Холодильную камеру сделать 150 миллионов, забор 300 миллионов. Вот это так вот, штрихи, не берешь. Насчитал уже около полумиллиарда вложений капитальных. Вложений больше получилось.